Конечно, первому слову предоставим нашему президенту, губернатору Томской области, Сергею Анатольевичу Жвачкину. Спасибо. Спасибо. Но сегодня такой момент, который, в принципе, с одной стороны, не утаишь. Это все знают, тем более уже в большом футболе там много было сказано. Но я хочу с сегодняшнего дня официально представить нового генерального директора нашего футбольного клуба Том Киселевого Руслана Юрьевича. Но я думаю, что особо его представлять не надо. Могу вам сказать, что мы много разговаривали с учредителями, в том числе. Но вы знаете, что у нас был как бы не из Томска до этого директор. Но вот с учетом задач, которые стоят перед футбольным клубом, я сейчас уточню эти задачи еще раз. Все-таки решение было. И спасибо учредителям, что они дали возможность выбрать нам самим руководителю футбольного клуба Том. И я надеюсь, многие вопросы, которые сегодня звучат и от специалистов, и от фан-клубов, и от болельщиков, они снимутся. Тем более, еще раз повторяю, что особо представлять не надо, но Руслан Юрьевич воспитанник нашего Томского футбола. Он играл за нашу основную команду в 80-е годы, играл за сборную юношескую России. Он работал судьей республиканской категории по футболу, арбитром международной категории по мини-футболу. Ну и в последнее время, вы знаете, что он работал председателем Томской областной федерации футбола. Поэтому, безусловно, наверное, сложно сыскать сегодня человека, который бы знал, с одной стороны, и футбол как таковой, вид спорта, и в том числе нашу томскую действительность. Ну а с учетом того, что человек много на футболе, кроме того, что его знает в Томской области, его хорошо знает на федеральном уровне, знает и руководители структур спортивных, и знает общественность, и знает люди, которые много решают в футболе. Поэтому, как бы, я думаю, что лучше кандидатуру, конечно, найти было сложнее. Поэтому, когда мы принимали решение, было много достаточно кандидатур, но мы остановились на Руслану Юрьевичу Киселеве и связываем, конечно, большие надежды с приходом его на клуб. Поэтому, какие надежды и какие задачи, я бы хотел еще раз подчеркнуть и старые, и высказать ряд своих соображений, как президент футбольного клуба Томи. Ну, во-первых, еще раз повторяю, задачи, которые мы ставили в самом начале сезона, которые не снимались никогда, но сейчас, тем более, эта задача у нас одна, это выход в премьер-лигу. Эта задача подтверждена и финансовой стороной, у нас очень стабильное финансирование, в отличие от многих клубов, не только ФНЛ, но и премьер-лиги. У нас достаточно средств для того, чтобы хорошо играть, у нас большой потенциал у наших игроков, мы их все знаем, я надеюсь на хорошую селекционную работу, которую мы еще проведем, мы обговаривали эту работу, и я не вижу сегодня каких-то причин для того, чтобы мы не вышли в премьер-лигу. Но, я думаю, что все-таки надо несколько серьезнее снестись к этому вопросу, потому что эту задачу мы ставили в прошлом году, мы были в шаге практически от выполнения, но вот в силу разных причин, в том числе, я считаю, нашего больше не объективных и субъективных, мы не смогли этот шаг сделать. И я надеюсь, что и новому руководству футбольного клуба, и тренерского состава, в том числе и мне как президенту, мы достаточно много проанализировали эти задачи, которые стоят, и ошибки, может быть, даже, которые допускали. Поэтому надо, проанализировав все, не просто поставить задачу, а выполнить ее в этом году. Во-первых, прежде всего, я думаю, что не надо ставить ставки на переходные, задачу я ставлю не просто выход в премьер-лигу, а мы с вами уже дважды обжигались на этих стыковочных матчах, поэтому задача простая – выйти с первого-второго места. Для этого у нас все есть, я уже не буду повторяться, поэтому вот для этого надо работать. Но кроме того, что задачу поставить, понятно, ее надо выполнять, поэтому вот и тренерскому штабу, и специалистам, которые работают в футбольном клубе ТОМ, понятно, надо подойти хорошо к вопросу селекции. Мы тоже вопрос обговорили, мы знаем, кого, на какие места надо брать, поэтому я считаю, что в ближайшие же трансферы на окно мы эту задачу должны, в общем-то, с вами выполнить. Следующий момент. Значит, вот смотрите, у нас в Томском футболе, для кого-то, может, эти цифры известны, для кого-то нет, вообще активно играет футбол, участвует в официальных, не любительское, участвует в официальных встречах, 11 тысяч футболистов. И назовите мне хоть одного футболиста, кто последние 10 лет играл за команду мастеров. Их нет, вы мне не назовете. А ведь у нас отличные звездочки, у нас личные ребята разного возраста. И поэтому задачу ставлю и руководству клуба, и тренерскому составу. Значит, первое, меняйте схему. Меняйте схему по взаимодействиям нашему клубу, потому что клуб – это локомотив. Если бы не было у нас славной истории футбольного клуба Томь, то, конечно, не было и столько ребятишек, которые играют сегодня в футбол. С одной стороны, это здорово. Это, конечно, прекрасно, что такое количество детей у нас играет в футбол. Но давайте так, конечный результат еще важен. Сколько у нас всего тренеров? Наверное, сотни-полторы-две. Если вот так вот собрать по всем. Ну, достаточно много. Поэтому задачу ставлю всем. Создайте систему. Меня не устраивает разрозненные вот эти. Мы проводим там зимний футбол, прекрасные чемпионаты. Мы проводим на юношеском. У нас разные годы рождения команды. У нас сегодня там 5-6 человек, которые могут заиграть. И каждый год. А потом они теряются. Поэтому ставлю задачу, что в футбольном клубе ТОМ должны играть футболисты, выращенные у нас в наших футбольных, спортивных, детских, юношеских, молодежных командах. И попрошу Валерия Кузьмича, тоже мы говорили на эту тему, подключиться и именно системно работать. В том числе в клубе людей, которые занимаются у нас трансферами, иметь это в виду. И селекцией заниматься надо не только за границу летать, осматривать зарубежных футболистов. Но я просто требую, и вы мне будете отчитываться, чтобы каждый из вас работал с детскими, молодежными, юношескими, со всеми командами, которые есть, и искали игроков здесь. И сначала их, понятно, пропускать через нашу вторую команду, а с тем, чтобы уже потом они играли у нас в первой. Следующая задача, которую я ставлю. Вот давайте так, тоже для кого не секрет, что у нас порой в последнее время клуб жил отдельно, а спортивная составляющая отдельно. Значит, вот нет в футболе случайных вещей. Любая мелочь играет на поставленные, на выполнение поставленной задачи. Поэтому, если мы хотим выполнить поставленную задачу, то должен был единый организм единомышленников. И те, которые там работают в бухгалтерии, и те, которые там трансферами занимаются, и те, которые называются генеральные директоры, и те, которые занимаются главным тренером. Вот это должен быть единый кулак, иначе мы опять не выполним свою поставленную задачу. Поэтому я буду внимательно, так мягко вам говорю, внимательно смотреть за стоянием дел, вот внутри коллектива. И сразу же всем говорю, здесь вот почти весь футбольный клуб находится, работники. Еще раз повторяю, что результат ваш, в том числе и по зарплате, и по премиальным, будет, он во многом зависит от результатов игры футбольного клуба «Тур». Поэтому просьба вот это помнить. Мы, в принципе, начали эту работу, мы договорились там идти некоторыми путями такими, ну, скажем, вот то, что мы договорились освободиться от лишнего балласта. Мы в этом году выполнили, практически выполняем эту работу. У нас много меньше сегодня игроков, которые, в общем-то, мы так, на всякий случай держали, а игру не показывали. Лучше мы давайте подороже игроков будем брать, чем вот тот балласт, который у нас есть. При этом, конечно, соблюдая спортивные интересы, заменяемость, выбытие по травмам и так далее, это, безусловно, надо делать. По селекционной работе я уже, как бы, прошелся по этому, но еще раз повторяю, что очень грамотно и точечно на те тонкие места, которые у нас сегодня есть, вот когда откроется следующее трансферное окно, мы должны быть готовы не бросаться, а работу надо вести сегодня. По тем направлениям, которые мы раньше уже с Валерикой Кузьмичем говорили, но я думаю, что Руслан Юрьевич теперь тоже подключится, в общем-то, к этой работе. Дальше. Значит, смотрите, вот давайте опять попробуем изучить ошибки прошлых лет. Вот когда мы вышли и как на лифте тут же вылетели. Если у нас не будет костяка основной команды, которая может играть в профессиональной футбольной лиге, мы опять с вами, задача же не просто выйти и отчитаться, да, задача наша, мы взяли обязательство перед болельщиками, выйти и играть в премьер-лиге, мы этого, сегодня мы это сделать можем. Но понятно, что вы специалисты, у вас профессия, вы больше меня в этом понимаете, но я надеюсь, вы тоже это знаете, о том, что если мы наберем сейчас костяк, который потом уйдет, и мы по-новой начнем команду собирать, то мы ничего не выполним, следующий шаг. Поэтому вот набирать надо сразу же так с учетом этого. Футболистам хочу сказать, что у нас замечательные ребята, замечательные ребята, это замечательные, во-первых, своим потенциалом, мы вот с Владимиром Кузьмичем в ходе так обменяемся мнения, да, и есть специальные показатели, там и медицинские, и спортивные, сегодня медицина спортивная давно ушла, мы знаем возможности каждого игрока, и мы знаем, что у большинства сегодня в нашей команде не раскрытый еще потенциал. Вот знаете, хочу сказать, вот на примере игры, которая произошла буквально позавчера, это сборная России, когда играла со шведами, вы, наверное, видели, да, у нас есть претензии свои, но игроки те же самые, ничего, главный тренер, в принципе, да, вроде бы сделать, ну, просто невозможно за неделю, но команда-то играла по-другому, мы забыли такие слова, как патриотизм, как отдача, самоотдача. Вот я прошу руководителей и вообще всех работников футбольного клуба ТОМ так сделать, чтобы, когда играет, особенно при наших полных трибунах, чтобы было, пусть даже если проиграет, но видно, что они выложились, и они любят и уважают болельщиков, ради которого, вообще-то, мы содержим футбольный клуб ТОМ. Потому что я сказал в свое время, в 90-е годы, когда первый мой приход президентом клуба, вот слова, что футбол для Томска больше, чем футбол, но я это знаю, и вы это знаете. Поэтому, если мы, если игроки, да, игрок, это сегодня, он сегодня играет за одну команду, играет за другую, но морально он должен быть готов, что он Томский сегодня, и он ко сми ложиться должен, особенно на домашних матчах, а у нас сегодня порой все наоборот. Мы на выезде играем хорошо, а здесь, как бы, ну, не очень. И хочется напомнить о том, что, в том числе и финансы, которые сюда приходят, ведь спрашивают, и мячи сегодня. Поэтому отдача должна быть в каждом матче, и биться, неважно, сильный или хороший. Пока мы вот этот патриотизм не поднимем, то это огромный, огромный рычаг для того, чтобы играть совершенно по-другому. Еще раз повторяю, вот, посмотрите, как может меняться команда, если абсолютно с той же базой поменять просто настроение в команде, и поставить какие-то такие задачи. Немалая важная задача по инфраструктуре. Часть зависит от вас, часть, как бы, вот, сегодня там, череда уже два года идет судебных разбирательств, вот, по поводу недостроенной трибун, еще раз хочу, вот, общественной футбольной сказать, что никто там не забыл, просто довольно-таки сложно было, то, что натворили три года назад, когда отдали землю футбольного клуба «Томь» под строительство 16-этажной гостиницы «Мариотт», и огромного торгового центра, и третье, это, семиэтажной парковки, на земле, которая принадлежит спорту и всем томичам. К сожалению, вот ушло три года, чтобы доказать это через суды. Мы это доказали. Суды практически закончились, идут апелляции. Поэтому все, что там понастроено, этого не будет. Но руководству футбольного клуба «Томь» надо не забывать, что у вас еще есть другой стадион, который надо закончить те работы, которые начали. Надо тренировочные футбольные поля, которые в Колтае. У вас прекрасная база, ее надо просто доводить до ума, и средства, которые есть, они достаточны. Работайте в том числе, вы все забыли, это самое легкое. Вы сегодня кричите, ну, понятно, это хорошо, что у нас есть главный спонсор. Но вообще-то, все это мы знаем, да, в Томске всегда помогали футболу. Работайте с предприятиями, работайте с другими организациями. Есть глобальные задачи, мы их решили. Но для таких вещей просто сидеть и кричать, что дай нам, так не пойдет. Кроме того, внимательно смотрите те расходы, которые есть. Поэтому задача такая, инструктуру надо, конечно, делать. Хотя, если говорить о перспективе, я не только как президент футбольного клуба «Томь», но и как губернатор считаю, что Томск достоин современного, хорошего стадиона с парковками, с магазинами, в хорошем месте в доступном, с транспортной доступностью, чтобы это действительно был праздник. Потому что на самом деле стадион – это театр. А у нас даже театр начинается с вешалки, а у нас даже вешалки нет, если так уж дальше сравнивать. Поэтому стадион надо приводить в порядок, мы его приведем. Сделать трибуны столько, сколько положено для игры в премьер-лиги. И в том числе мы сегодня занимаемся, и занимаемся довольно-таки плотно, я к общественности в ближайшее время, может быть, и объявим, в том числе и по выбору места, в том числе и по философии нового стадиона, который должен работать на весь город, и в том числе, понятно, и в том числе и там должны быть такие премьеры, премьер-лиги, если так сказать красиво. Поэтому занимайтесь инфраструктурой, давайте совместно будем большой инфраструктурой. Для этого у нас, в принципе, практически мы закончили все эти тяжбы, которые из-за глупости, в том числе чиновников, это мягко говоря глупость, произошли. Но мы все-таки отстояли, не дали эту землю, которая принадлежит не частным компаниям, он принадлежит городу, прежде всего. Поэтому сейчас надо навести порядок, и я жду от вас предложений. Вот, если коротко, что я хотел бы сказать. Еще раз давайте вернемся с того, чего я начал. Давайте пожелаем Руслану Юрьевичу удачной работы, выполнение поставленной задачи главной. Валерий Кузьмич, то же самое, вы единое целое, как мы уже говорили с вами и раньше, поэтому у нас есть все. У нас есть база, у нас есть потенциальная команда, у нас есть желание. И самое главное, у нас есть десятки тысяч болельщиков по всей Томской области. Я вот в субботу или в пятницу, я уж тут хутую, я был в доме-интернате для престарелых, и вот меня в угол зажали по одному вопросу, по поводу футбольного клуба Томь. Дедушка, который, а вот вы когда были президентом футбольного клуба Томь в 90-е годы, вот вы там с ними пожестче, в общем, чтобы вы знали, что такое футбол для Томска. Поэтому им надо гордиться, им надо поддерживать, и это дело надо продолжать. Поэтому удачи и всего вам самого хорошего. Сергей Анатольевич, большое спасибо за оказанное доверие. Те задачи, которые поставлены перед футбольным клубом, я обещаю отдам все силы, но мы их выполним. Городко и ясно. Давайте пожелаем Руфану Юрьевичу удачи, и, конечно же, мы будем все каждый день сослать позиции и помогать. Спасибо. Если вы гоняете, я могу вести, если ко мне есть вопросы, я не верю. Друзья, учитывая, что у нас сейчас предматчивает священие в 11.30. Я правильно понимаю, что речь идет о стадионе, который не в этом стадионе идет речь, а в веком новом стадионе? Нет, нет, но я думаю, наверное, вы согласитесь, что Томску нужен красивый, современный стадион. Здесь, в этих рамках, он зажатый по нормам, которые должны быть, его здесь не построишь. Поэтому я считаю, что, вы знаете, я всегда, программа минимум, программа максимум. Программа минимум привести в порядок этот стадион, потому что больших стадион, понятно, это нужно время. Мы это понимаем. Поэтому вот и работаем по программе минимум, и в то же время мы уже практически год занимаемся программой максимум. Мы смотрим месторасположение, примерные конструкции, метод финансирования для городского стадиона, который уже будет, ну, любимым для города Томска. Поэтому, ну, здесь он просто не помещается, чисто по техническим даже соображениям. Сергей Анатольевич, можно еще не повторить? Здесь, кроме футбола, есть еще легкоатлеты, и они сейчас очень сильно переживают. Понятно, что все это принадлежит футбольному клубу ДОМ, и так получилось, что они здесь все же тренируются. Сейчас там строится на беговую дорожку ограждения, их совсем зажимают. Там, 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 там это где? На стадионе ТОЛС, я бегаю вместе с ними по утрам сегодня, Олег, тоже со мной бегаю по утрам. Это, наверное, не ко мне, это, поверьте, не я строю заграждения. Ну, я, конечно, могу долго вам рассказывать и про судьбу легкой атлетики, но давайте конкретно по заграждению, кто их ставит? Зачем эти заграждения и от кого они кого защищают? Ну, они перегораживают дорожки. Заграждения начали монтировать по тем техническим принципам, которые должны быть соблюдены. У нас выход с трибуны, болельщиков, расстояние до ограждения 3 метра, а должно быть 6. Так, минутку, но у нас же мы можем сделать их съемными, у нас же футбол не каждый день, а легкоклетический там каждый день. Мы можем сделать, во время матча ставить, а потом и демонтировать. Значит, разберитесь, доложите мне. Можно Валерий Кузьмин, еще вопрос? Какое, может быть, отношение, когда это выбор президента, это раз, мы много обсуждали эту тему, задача стояла так. Томич или Иногородний, или Варяг? Все руки были за то, что убил Томич. И вопросов нет никаких, свой человек, футбольный человек. И надеюсь, вы понимаете, что я, понятно, у меня такая ответственность поставить точку и назначить человека, но вы же, наверное, знаете уже, да, что в моем принципе я сначала провожу много консультаций и советуюсь. Ну, естественно, с человеком, который я знаю много-много лет, и я его именно в том числе и пригласил снова на главную трену. Наверное, с Валерием Кузьмичем я в том числе тоже предварительно разговаривал. Руслан Юрьевич, а как вы считаете, если все судебные дела удачно завершатся, дать короткие сроки, максимальные, в каком виде возможно решить вопрос с трибуны, будет ли там все заново что-то построено, или какие-то другие... Давайте я отвечу коротко, он пока еще входит в дело, там есть два варианта. Один частично использовать, потому что это будет уже собственность как бы не тех людей, кто строит. Поэтому один вариант, все сносится и ставятся такие же трибуны, как у нас сегодня, легковозглаводимые, и их в принципе в течение двух недель. У нас этот вариант проработан. И второй вариант, частично использовать то, что там есть. Он ясно, что затратней. И смотрим по времени, потому что я не сомневаюсь, что мы все-таки в премьер-лигу должны входить. И поэтому вот такие варианты. То есть и тот, и другой вариант. Самое главное, это чтобы... Первое, это чтобы были выполнены требования по премьер-лиге, по количеству. И второе, это удобство наших болельщиков, которые будут переходить. И третье, это статистический вид со стороны улицы, который сегодня, мягко говоря, не очень вразумительный. Вот три критерия, по которым подходим. У нас есть варианты, мы сегодня смотрим. Мы, к сожалению, пока там идут еще арбитражные суды. То есть суды, как такое, и закончились, просто там апелляцию подавали. Ну, все уже понятно, ясно просто. Вопрос времени. Сейчас резких перестановок однозначно не будет. Команда идет на первом месте. А потом, в дальнейшем, когда уже вникну во все дела, возможно, какие-то перестановки будут. Может, такой вопрос задам? Попробуй, по крайней мере. Давайте последний вопрос. Есть информация, что бывший генеральный директор Юрий Степанов сейчас находится в Томске. А вот его как-то будет потенциал использоваться в клубе? В клубе нет, а так при встрече, может быть, какие-то консультации, если понадобятся, я могу у него спросить. Огромное спасибо. Спасибо всем.